Перед нами матрешка Это новый вид транспорта, беспилотный, то есть водителя там нет Илон Маск со своей Теслой отдыхает Вот скоро такие беспилотные автобусы появятся Ну сначала на каких-то закрытых территориях На территории выставочных центров, студенческих городках А в перспективе, через несколько лет, вот такие вот беспилотные автобусы, но немножко побольше Будут бороздить просторы крупных городов, таких как Москва, Санкт-Петербург и другие Нам пообещали показать, как матрешка ездит, вот давайте сейчас посмотрим Итак, мы видели, ну не первые, наверное, да, но одни из первых испытаний матрешки Во всяком случае на территории Сколково Ну, неплохо себя показало, симпатично выглядит, будем смотреть, что будет с матрешкой дальше Добрый день, я Антон Попель, являюсь руководителем проекта по беспилотному транспорту Компании группы Волгобаз Объясните вот для широкой аудитории, вот чем этот беспилотник лучше, ну, условного Петровича Который 20 лет за рулем, который там в автомобильной теме и собаку, и кошку съел Ну, этот Петрович не устает, вот, может работать круглосуточно Эта система позволяет менять батареи быстро, вот, и она позволяет ночью заряжать эту систему, когда Петрович спит Например, вот, ну и самое главное, да, что она соблюдает правила дорожного движения И не устает, вот, и, как бы, это позволяет, во-первых, пользоваться этим транспортом, используя всякого рода приложения на телефоне Вот, ну, и в первом этапе это маршрутное транспортное средство, которое сначала будет ездить по маршруту, а потом уже по открытым пассажирским приоритетам Расскажите, как она видит другие машины, препятствия, условно говоря, там, вот, собака выбежала на дорогу Ну, данная система делалась специально для закрытых территорий, вот, то есть это территория кампусов, это, ну, университетских, да, это каких-то парков, скверов Вот, тут стоит система, которая позволяет работать с постоянным потоковым видео То есть здесь стоит порядка шести камер, которые одновременно снимают все, что творится и спереди машины, и сбоку машины, и сзади машины Вот, также тут есть активные сенсоры, которые позволяют понимать обстановку вокруг машины непосредственно, то есть там, в зоне видимости 1-2 метра И, соответственно, отслеживают мелкие предметы, крупные предметы, всякие различные препятствия, которые динамичны, статичны, и, как бы, в том числе и знаки дорожные А голосовые команды, понимаете? Вот, мы идем к тому, что у нее будет, так называемый, чат-бот, да, который позволяет общаться пассажирам, да, с автобусом для того, чтобы обозначить, ну, параметры маршрута, да, там, время пребывания И какие-то еще сервисные функции, которые позволят, как бы, более расширить ее, эксплуатационные возможности Вот, по времени, когда такие матрешки покатятся вот в кампусах, да, и вот на улицах больших городов? Ну, мы начали эту эксплуатацию в этом году, опытная эксплуатация, да, мы немножко упираемся в правила дорожного движения, которое не позволяет в полной мере использовать их в беспилотном формате Ну, вот, ну, я надеюсь, что с следующего года мы где-то весной увидим первую машину уже непосредственно на таких вот территориях, которая позволяет использовать ее вне дорожной сети А в городах? В городах, я думаю, что первая территория будет, естественно, это какие-то исторические центры, которые позволяют, это какие-то зоны сопряженные с пешеходными зонами То есть это такой транспорт последней мили, да, это от большого транспортного развязок, да, до непосредственно там исторических объектов Например, в Москве Бульварное кольцо, там, или вокруг зоны, вокруг Кремля, там, или еще какие-то такие территории, там, Александрский сад И когда мы там Матрёшку увидим? Ну, у нас первый пилотный проект начинается в марте Я надеюсь, что в марте мы их увидим в Лужниках, наверное, территории ВВЦ И я вот это еще подозреваю, что мы увидим их там где-нибудь в Сочи, в том числе в Сколково Ясно, спасибо, ну, пожелаю Матрёшке удачи Спасибо большое Всего доброго